Литература 90-х В первый взгляд, и может быть из нашего уже времени, не совсем понятно. Вот было время, которое очень многие характеризуют как некую цветущую сложность, было очень много всего, чуть ли не каждый день выпускались какие-то новые издания, происходили каждый день какие-то литературные события, была очень интенсивная литературная жизнь, масса появлялась новых имён и так далее, и так далее, и так далее. И вот проходит 90-е, начинается 2000-е, и как бы кажется, что от этого мало что может быть осталось. И возникает вопрос, как это, почему это, и самое главное, что сейчас уже может быть мы теряем нить, и пройдёт какое-то время, мы даже может быть и не поймём уже, что на самом деле это было. И поэтому я сегодня пригласила таких собеседников, которые, с одной стороны, так или иначе связаны, в том числе биографически, с тем временем, с 90-ми. И в то же время исследуют, занимаются историей современной литературы, или так или иначе исследуют те процессы, которые происходили в то время. И с ними мы попробуем понять, что такое литературные 90-е, куда они делись, если они куда-то делись, чем они, так сказать, проросли, были ли они продуктивны и так далее. — Здравствуйте. — Я бы хотела, чтобы каждый из вас коротко определил своё место во времени. То есть, коротко сказал, в какой момент для него начались литературные 90-е, и где он сам в этот момент был, и в качестве кого. Не очень длинно, действительно, коротко, просто в качестве такого, ну что ли, знакомства, и чтобы мы поняли наши координаты, координаты этого разговора. Мне кажется, это важно. Пожалуйста. — Я в 90-х был, все 90-е и насквозь я был читателем, и даже мы как-то устраивали с Игорем Сидом такое публичное действие, когда я выступал в качестве читателя. Там впервые в жизни меня обещал поколотить писатель в ответ на реплику о том, что современной литературе не хватает страсти. Это был прекрасный и вечно любимый мною Герман Лукомников. Страстный, страстный, безусловно. Собственно, предложение поколотить меня и было таким ответным доказательством того, что страсть в литературе есть. Для меня литературные 90-е начались, ну, в 90-х, одновременно с волны публикации преждневедомых текстов, с появления альманахов в одном из них мне посчастливилось поучаствовать. Его готовили к печати мои соученики Илья Бражников и Игорь Шулинский, в дальнейшем довольно далеко разошедшиеся на общественной, политической и литературной карте. Это был замечательный альманах, в котором я публиковал какую-то заметку о Розенове, Илья и Игорь, свои прозаические тексты. Основной корпус прозы в этом альманахе составляли тексты Владимира Георгиевича Сорокина, что послужило причиной забастовки сотрудников типографии, отказавшейся это печатать. И третья такая марка, довольно произвольная, быть может, но для меня очень значительная, это было появление на все еще вполне советском телевидении программы Александра Шаталова «Графоман», в которой Александр Шаталов, прекрасный, необыкновенного обаяния, недобрый человек с лысой головой в круглых очках, в рубашках умозапредельной цветастости, говорил как о новой русской литературе, так и о мировом контексте, выкидывал некоторые из неудачно выходящих тогда книжек в помойку. Иногда удачная. И вообще вел себя разнузданно. Это... Я хорошо помню момент, когда я увидел в телевизоре эту говорящую голову и понял, что с этого мига все можно. Вот это ощущение, я потому его вспоминаю, что оно, как мне кажется, очень ярко маркировало тогдашнее ощущение, тогдашнюю среду, и при том, что Саша гораздо больше своего тогдашнего медийного образа и гораздо интереснее, но для меня он навсегда остался такой вот экзотическим цветком на древе советского телевидения. Хорошо. Илья? Я прошу прощения, у Александровка я позволил с подважды его перебить. Значит, я хотел бы... Добрый день, Мана. Значит, я хотел бы сказать, что для меня литературные 90-е начались три раза. Первый раз они начались, когда я прочитал анонс публикации «Верна ливенность», которые предстояли в 1988 году. Это было осенью 1987 года, и подпрыгнули довольно высоко. Второй раз для меня 90-е годы начались в 1992 году, когда в библиотеке иностранной литературы Елена Шумилова, Тамара Казовчинская и Михаил Айзенберг начали проводить вечера того, что теперь называется неподцензурная поэзия. И третий раз для меня 90-е в литературе, я подчеркиваю, не вообще 90-е, а 90-е в литературе начались в 1997 году, когда в ремонтирующейся и закрытой для внешних посетителей библиотеке имени Тургенева, с тех пор отремонтировавшейся и переехавшей в новое здание, Дмитрий Кузьмин стал проводить что-то вроде внутренних семинаров вокруг Альманаха и Вавилон, и мы стали обсуждать какие-то литературные материи, и я вдруг почувствовал, что рождается новый язык разговора о литературе, причем рождается у меня на глазах, и я тогда стал пытаться понять, в чем специфика этого языка. Одновременно и новый язык литературы, и я как-то стал понимать вообще, как он устроен, и язык разговора о ней. Вот, пожалуй, на этом все. Спасибо, Ира. Для меня, наверное, 90-е, вот именно 90-е, что я внутри себя могу определить, вот этим словом, наверное, начинается с газеты «Сегодня», как ни странно, которая вроде бы не имеет прямого отношения к литературе, но это было бы очевидное такое, то есть именно вот это ощущение «все можно», которое очень действительно важно для этого времени. Действительно, было удивительно увидеть такое в газете. Оказалось, что это что-то совершенно невозможное, такие свободные тексты, которые на тот момент ни в какие известные форматы, ни в какие известные форматы не подпадали, это было очень странно и очень непривычно. И, конечно, это было в каком-то смысле позднее воспринималось как проект новой журналистики, посвящённой культуре. И во многом ориентированный на восприятие читателя, зрителя, на возможность говорить не о каких-то устойчивых моделях анализа текста, или кино, или чего-то ещё, а о непосредственном опыте, о том, что я вижу, что я чувствую, что я переживаю, и вот в этом описании добиваться какой-то точности. Это для меня было очень важно, и в каком смысле это определило то, чем я позднее стала заниматься сама. Спасибо. Ну, у меня самая простая история. Я никогда не был членом, активным деятелем, вообще членом литературного процесса, участником литературного процесса. Я скорее был его наблюдателем, немножко описателем и преподавателем. То есть 90-е годы для меня прошли сначала на студенческой скамье, я их пересидел, потом на аспиратской скамье, потом был преподавателем в разных местах, и в школе, и в вузе. И познакомился я с ней довольно случайным образом. То есть это были абсолютно никак не связанные между собой отдельные сведения, которые выпадали ко мне. То это была подборка современных поэтов в воплях. И вдруг я узнал, что, оказывается, поэты могут быть живыми, современными, и писать совершенно не так, как мы привыкли. Или мне попадаются стихи с Абгирой, и я вдруг понимаю, что я не могу объяснить, во-первых, почему мне это нравится, во-вторых, почему вообще это стихи, и почему пользуются стихами. Во-вторых, я помню, что практически никто из наших преподавателей, за очень редким исключением, нам не говорил о существовании современной литературы, ну, разве что, как некий казус. Вот посмотрите, какой еще бывает казус. О, какую штуку принесли. Да, о, какую штуку, да, и что творят. Я помню, там профессор Шайтанов на своем семинаре говорил про дефекционную литературу в исполнении Юркевича. И мне стало ужасно интересно. Это же надо же, вот, оказывается, есть дефекционная литература, целое направление в литературе. Вот, и так получилось... А потом, да, я видел молодого Дмитрия Кузьмина, который меня поражал своим темпераментом, яркостью, но при этом и пугал. Вот, я боялся находиться рядом, мне казалось, что меня кто-то сейчас обидит, потому что я не знал столько всего, сколько знал он, поэтому всегда старался быть соглядатой, да, не пытался вставить свое слово в то, что произносится. Вот, и потом так получилось, что я стал преподавателем очень странного курса введения в современный литературный процесс, где рядом с именами Замятина и Платонова, которых рассматривали как часть... Ну, было готово... Как современных авторов. Как современных авторов. И НВТМА, да, там было немножко Битова, немножко Ерофеева, и даже немножко Пелевина. И даже немножко Пелевина. И вдруг этот курс упал на меня, и мне сказали, что я могу, в общем, его менять, дополнять, никто все равно за этим не следит, потому что это, опять же, лихие 90-е, когда главное, чтобы процесс шел, а как он идет, это никому не важно. Собственно, да, да, да. Поэтому, да, я стал потихонечку менять эти имена. Более того, я, в общем-то, знаете, была такая история про ветерана, который вернулся с войны, ему надо было где-то работать, он был однорукий, тогда он стал преподавать немецкий язык, изучая учебник немецкого языка, поскольку он его тоже не знал, на одну главу больше, чем школьники, да, то есть он, скажем, вторую главу изучает, они только первую сидят. Вот так и я примерно, да, я чуть-чуть забегал вперед, что-то узнавал, и старался скорее в клюек это принести, рассказать, обсудить. Ребята у меня писали рецензии, я благодаря их рецензиям узнавал про те книги, которые сам не успевал прочитать. Вот, так что я скорее был пользователем этой продукции 90-х, чем их создатель. Вот, на самом деле, мне очень важно было это начало, потому что мы теперь определились с тем, кто и где находится, да, по отношению к этой замечательной эпохе, но помимо того, что все здесь присутствующие так или иначе ее исследуют теперь. Вот, и я вот хочу задать первый уже такой вопрос, который касается, ну, нашего, что ли, такого коллективного исследования, его попытки. Вот, смотрите, если мы будем рассматривать, я уже вот несколько раз сталкивалась с таким, с такой формулировкой, что, ну, вот 90-е это некий проект, литературный, подчеркиваю, мы говорим все время о литературе 90-х, и литературные 90-е рассматриваются как вот нечто целое, как некоторое общее дело всех тех, кто тогда в этом участвовал, да, как некий, следовательно, ну, какой-то проект, у которого даже было какое-то ощущаемое всеми целеполагание. Вот я бы хотела спросить, вот как вы сами это видите, вот уже сейчас, да, вот с этой временной точки, где мы находимся, каковы черты этого проекта, каковы они были, что определяло, или как в этом проекте литературных 90-х, да, как проявлялся вот этот вот сайт-гайст, да, того времени, вот та свобода, о которой, да, все говорили, которую все вспоминают с таким упоением, да, и вот это вот многообразие и так далее. Вот что это было, вот 90-е как проект, какова, может быть, доминанта какая-то, каковы, может быть, главные черты. Давайте попробуем его как бы сначала собрать как целое, потом посмотрим на частности и детали. А кто хочет начать? Ну, вы знаете, про проект, я могу сказать, я перед тем, как сюда прийти, прогуглила литературу 90-х, вот такой, да, такой запрос, и первым, что мне выпало, была ссылка на некое учебное пособие для 9-го класса в литературе, где была такая таблица литературы 90-х и названы три признака. Первый признак, сейчас я попытаюсь это близко к тексту воспроизвести, ориентация на интерес к публицистическим жанрам. Второй признак, ностальгическая тоска по идеологии патриархальной России. и третий признак, и третий признак, постдеревенская фроза. Боже, да, вот коллеги, мне кажется, это очень хороший пример, да, который показывает цену вот этого разговора о проекте 90-х. И если мы не будем признавать, что вот эта литература, да, это тоже некий проект, что это тоже некий образ литературы 90-х, мы про 90-е ничего не поймем. И абсолютно ничего не поймем про то, что происходит сейчас. Мне кажется, это очень важно. Вот. Да, это как бы вот такая ремарка, которая дальше позволяет мне уже настроить оптику более субъективно и говорить о том, чем 90-е были для меня. Я думала, да, как это выразить, вот тот очень сильный импульс, заряд, да, которым были заряжены люди, занимающиеся культурой, да, текстами о культуре в это время, о литературе в том числе. Может быть, не вполне точно было бы сказать, что он просветительский, да, хотя эти тенденции тоже явно были. Я бы сказала, что это был очень сильный заряд конструирования мира. И многие проекты того времени, культурные проекты, они были именно устроены как такой большой каталогизатор. мало кто помнит сейчас журнал «Вечерняя Москва», который предшествовал афише, ну, он примерно был устроен... А еще до этого был тайм-аут? это был тайм-аут, нет, тайм-аут был потом. Да, «Вечерняя Москва», пардон. «Вечерняя Москва», по-моему, была одна из первых. Да, «Вечерняя Москва», был «Вечерняя Москва», «Вечерняя Москва», прошу прощения, извини, что это был «Вечерняя Москва». Он был истиненененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен в аннотации к этому круглому столу, и просто вот так вот сплошняком в это всё выбирали. Это была действительно такая идея тотальности, такого тотального, то, что началось с этого так называемого заполнениями белых пятен, в 80-х, на самом деле, очень хорошая и точная метафора, потому что действительно так это всё ощущалось, вот такое конструирование, создание этого мира. Тоже один такой образ мне пришёл в голову. Примерно лет 10 назад была, все там обсуждали и смеялись в социальных сетях над фотографиями, где люди позировали на фоне, то есть пытались как-то имитировать какую-то роскошную жизнь, какие-то там принимать позы рядом с авто или что-то такое, или там в ванне с лепестками роз, но всё это было в каких-то вот таких кошмарных интерьерах. Вот примерно это, мне кажется, такой образ 90-х, когда сзади был вот этот фон, который вытеснялся постепенно, вот была такая вот интенция вытеснения этого фона каким-то вот, какой-то вот этой идеей вот этой новой жизни, какая-то вот такая жадность к этому поглощению и образов новых, и конструирования. Да, потом, что интересно, фон поменялся местами с этим самым, и на первом плане оказалась только ностальгия по-советскому. Ну да, фигуры и фон поменялись местами, да, это очень интересный образ. Просто так я это вижу. А как вы видите работу с советским в это время? Потому что в саммутер... С советским в это время не было никакой работы, кроме вытеснения. Подождите, подождите, подождите. Нет, это смеяться. Смеяться не иронично. Саммутерный фон помене. Наша! Ну давай, давай, ты нашишь. В том-то и дело, что вне зависимости от того, что читали, Плотина, допустим, Хайдегера или, там, я не знаю, Илюк Армильцева, всё это было одинаково борьбой с вытеснением советского. Для меня это очень важно. Масса литературных фигур, там, Корякин, Мария Точудакова, все они так или иначе включаются в публицистическую активность, в публицистическую жизнь и пытаются так или иначе литературные образы, литературные навыки, литературное сознание принести в плоскость публицистики. Как это для вас звучит? Что это для вас, о чём свидетельствует с точки зрения анализа именно литературного процесса и его включения в общедемократический проект, который тогда развивается в либеральной своей составляющей, прежде всего? Мне хотелось бы обратить внимание на то, как по-разному, это то, о чём Ира уже говорила, как по-разному можно видеть литературный процесс 90-х. Это связано в первую очередь с тем, что литературный процесс 90-х вовсе не привязан и вовсе не сформирован 90-ми годами. Если мы будем говорить, скажем, о литературе в 2010-х, то это будут те фигуры, которые по тем или иным причинам появились в это время, или те произведения, которые вышли в эти годы. Если мы будем говорить о литературе... Когда мы говорим о литературе 90-х? Мы говорим о литературе, которая была прежде запрещена и была впервые введена в оборот. О литературе, которая писалась в стол и вдруг впервые была из этого стола... Ночевала точка золотая, Чевенгур, все это травматически... Это, конечно, в 80-х. Это, наверное, равно. Нет, кроме Чевенгура и Золотой тучки, например, возвращенным писателем 90-х годов является Владимир Георгиевич Сорокин. Возвращенным писателем 90-х годов является Андрей Георгиевич Битов. Павел Улитин. Павел Улитин. И даже в каком смысле Трифонов. Одновременно на поверхность литературы выходили и полностью утоптанные советской идеологией фигуры прошлого и люди, еще продолжающие свою работу, и впервые представляющие широкой публике. В этом смысле, не знаю, для меня в некотором смысле одинаковыми фигурами освобождения. И тут я согласен с Александром, который говорит о том, что в литературе 90-х в очень разных формах происходило освобождение от советского. Только мы в тот момент, пожалуй, будя спрошены, мы бы, наверное, так и сказали. А теперь, я думаю, что это не было освобождение от советского. Это было освобождение вообще. Поэтому для этой литературы любое движение, любое произведение, любая встреча являются некоторой манифестацией свободы. Для меня очень важным в этой литературной ситуации стало то, что, не обращая внимания на то, что там происходило в книжной сфере, это отдельная песенка. Мы сейчас как раз об этом не будем говорить, пожалуй, потому что мы далеко идем. Значит, вдруг это время сделалось временем огромного изобилия литературных встреч. Возникли литературные клубы, и спустя недолгое время потребовалось создание совета литературных клубов для того, чтобы в городе Москве они не раздирали аудиторию на части. И тогда произошло, значит, такое подписание статус-кво, клубы разделили дни, по вторникам заседал клуб. А не говорят ли это, что круг все-таки был узок, если приходилось разделять дни? Нет, этот круг был довольно разнообразным. В нем были люди, которые ходили везде, и это было очень небольшое количество людей, безусловно. А были люди, которые появлялись в тех или других местах и больше никогда не... Скорее, это была такая вот живая вязь, да? И это были пространства, где можно было на протяжении трех часов осмыслять с разных сторон византийскую природу Москвы, СС-клуб на Красном Октябре, как теперь нужно было бы сказать. А как набережная это называется? Берсеневская? Берсеневская, Берсеневская, да? В церкви все это происходило, немножко шизофреническое впечатление такое осталось. В другом клубе могли происходить чтение, там, не знаю, Левина и Страчкова из какой-нибудь ранней лингвопластики. Там в музее Сидура звучал, исполнял, значит, свои эти удивительные ангелические песни Генрих Миниановича Сабгир. А там, не знаю, в Георгиевском клубе, в Георгиевском же переулке, да, звучали какие-то фрагменты радикальной прозы. И для меня тогдашнего это эти явления наравне с первым прочтением, не знаю, Набокова или Платонова, и с первыми встречами, например, публицистическими, но страстными жестами Мариаты Амаровны Чудаковой, они все являлись, вот еще раз повторю это слово, манифестацией свободы. Освобождение вообще. Освобождение же, конечно. В литературном сообществе освобождение вообще идет иначе, чем, скажем, в историографическом сообществе, где полностью, как ни странно, вдруг отказывается от марксистской традиции, от множества наработок, которым точно так же можно было возвращаться, как возвращаться к Платону или еще кому-то там. Здесь, оказывается, что есть к чему возвращаться, и больше того, это превышает нас во многом, мы на этом равняемся, у нас есть планка. В историографии такого, в принципе, там возникает Роберт Конквест, множество переводных работ, да, масса вещей, которым автоматически приходят, считая, что это и есть общее знание, это и есть поиск правды. Почему в литературе есть к чему возвращаться, а в советской истории... У меня есть короткий ответ, после которого я попрошу взять слово... Саша, я вынуждена, как модератор, учиться, потому что я хочу, чтобы Илья сказал свое слово. Пусть короткий ответ, да. Не случайно Илья свое описание 90-х начал с «Вечеров неподцензурной поэзии». К этому моменту в русской литературе было накоплено огромное количество разных традиций, не запятнанных сотрудничеством с полицайами, в отличие от историографии. На этом я умолчу и передаю. Да, Саша, Ира, давайте дадим слово Илье. Вот, я иногда буду включать... А потом по-то Саше. Да, жесткого модератора буду включать, потому что я хочу сейчас перейти уже скоро ко второму этапу нашего обсуждения. Пожалуйста. Что касается историографической литературы, то я, как наблюдатель процессов исторической науки, не согласен с точки зрения, которое рассказала Ирина. Я полагаю, что в 90-е годы достаточно важно было продолжение работы, которые вели Леонид Баткин, Сергей Аверинцев, Юрий Бессмертный. И другое дело, что... Но это школа культурологическая, а не историографическая, в сущностном, квинтэссенциальном понимании советской историографии. То есть марксистская традиция, революционная традиция. Почему это все так легко уходит? Да, я действительно, больше всего меня удивляет, я все время задаю вопрос, а почему, собственно, у своей, например, французской теории, того же Барта или Фуко, она совершенно отсеивала их, марксистские, в общем-то, программы. Ну, я думаю, Саша, что мы далеко идем с этим вопросом. Мы радеем за марксистов. Я могу ответить, я думаю, что это важно. Илюш, мы просто сейчас ответим на этот вопрос, и дальше обратно вернемся к нашей линии, потому что у нас разговор все-таки посвящен немножко другому. Я думаю, что советское злоупотребление марксизмом вызвало такую на него аллергию, что его продуктивное использование в современной России мне пока представляется крайне затруднительным. То есть есть люди, которые сейчас пишут в марксистском духе, но я полагаю, что Советский Союз и советская гуманитарная наука сделала для уничтожения позитивного потенциала марксизма больше, чем мог бы сделать кто-нибудь еще. Спасибо. На этом мы с вопросом Ирины закончим, если можно, потому что у нас очень много вопросов, которые иначе мы не успеем обсудить. Я вот хочу, по ходу вот этой дискуссии, мне вот что показалось. Мне показалось, что нам нужно нести некоторый корректив наше понятие того, что такое 90-е, потому что все-таки я вот вбросила вот это представление о 90-х как о чем-то хронологически цельном, к этому хронологически цельном теле. На самом деле вот те 90-е, о которых Ира говорила, Ира Каспе, и вот те 90-е, о которых говорил Саша, это немножко хронологически какие-то разные, даже не немножко, а сильно разнесенные хронологические вещи. И вот сам вот этот воздух, дух эпохи, он же от, условно, какого-нибудь 89-го года к какому-нибудь 2001-му, он настолько сильно изменился, что зачастую, когда мы спорим о 90-х, одни говорят о конце или середине 90-х, условно говоря, это высокие 90-е, как бывает высокое возрождение, вот это высокие 90-е, а другие говорят в это время, условно говоря, про 87-е, 92-е годы, то есть это вот какое-то такое сумеречное достаточно время, когда какие-то звонки, сигналы раздаются, и что-то начинается, и все такое прочее. Вот мне кажется, давайте попробуем немножко это осмыслить, условно говоря, для тех, кто будет говорить после нас, потому что это важно, и я не видела, чтобы как-то сильно это, ну, в общем, проговаривалось. Мне кажется, что просто 90-е, у них была своя специфика совершенно не литературная, это была специфика эпохи исторической, они были необыкновенно быстрые, из-за того, что они начались с совершенно непрогнозируемого вдруг краха империи, освободившей огромное пространство, как экономическое, так и культурное, дальше они очень быстро менялись, то есть 94-е отличается от 91-го, гораздо больше, чем 2016-е, от 2000-го. Это было десятилетие, за время которого и культура тоже, вместе с другими социальными системами, прошла путь, ну, на добрые 20-30 лет, да. И поэтому, конечно, мы, когда мы говорим о 90-х, в целом, мы нарочно выбираем такую дальнозоркую оптику. Не близорукую на пару. Да, потому что, если вглядываться туда, то нужно говорить о литературных событиях первой половины 91-го года и литературных событиях второй половины 91-го года. А вот если в литературном плане, чем отличаются, на ваш взгляд или по ощущению, разные этапы именно литературных 90-х, ну, понятно, что общий фон исторический, который был, он примерно всё-таки понятен, а вот литературные 90-е, да, они как-то градуируются, ну, что именно их градуируют? Ну, я не знаю, появление какого-то важного журнала, или там складывание клубной системы, или, ну, там, условно говоря, когда закончилась эпоха возвращенки, началось, ну, там, что началось, да, после этого, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот как бы мы могли, да, это проговорить? Не в учебниковом каком-то ключе, да, а именно сущностно, да, как бы опираясь на те знания, которые у нас сейчас есть. Вот, не знаю, мне бы хотелось, может быть, чтобы Илья, да, как-то подхватил этот вопрос. Добрый день. Тихое выполнение. Значит, Оль, а у вас сегодня день рождения? С днём рождения! С днём рождения! Вот, значит, я хотел бы, значит, думаю, что так. Значит, во-первых, для меня само ощущение фактуры времени было такое, что начало 90-х, первая половина чрезвычайно интенсивная, потом идёт спад в 94-95 годах. Ощутимый по энергетике времени, я сижу по Москве. И я... Это после чего? Значит, вот я не могу сказать ничего конкретного. То есть это не 93-й год, не расстрел парламента, ничего подобного? Это как-то не связано вот с этими политическими вещами? Это не политический контур, да? Нет, не политический контур. Вот. И для меня в середине 90-х есть чёткая сегловина 94-95-й годы. Вот. Я потом проверил свои ощущения, когда прочитал переписку, изданную отдельной книгой Вячеслава Курицына с Алексеем Парщиковым, и там тоже Парщиков жалуется, приехавший в Москву на время эмиграции, что вот в Москве как-то странно ничего не происходит в 95-м году, то есть ощущение вот некоторого застоя. Вот. И потом резкий взрыв во второй половине 90-х. Опять же, я это не привязываю, вот для меня это не связано ни с какими непосредственно политическими событиями, хотя, вероятно, если я буду изучать причины этих культурных процессов, какие-нибудь политические процессы я там найду. Вот. Но сейчас я говорю строго вот про ощущения от времени. И для меня первая половина 90-х это очень бурный институциональный рост. Возникает, как уже сказал Саша, огромное количество журналов-альманахов, но гораздо меньше возникает, собственно, эстетических новаций. То есть очень большое количество этого институционального роста связано с легитимацией и вхождением в публичное пространство ранее выработанных художественных языков. Вот. Я, кстати говоря, хотел бы отбить мяч, кинутый Сашей, по поводу того, что кончается эпоха возвращенки и начинается Птюч. Значит, в одном из первых номеров Птюча был большой глянцевый репортаж про Игоря Холина. Когда я это вспомнил, я понял, что в некотором смысле это вещь, которую ни до, ни после невозможно было себе представить. Вот. Во второй половине 90-х для меня начинается чрезвычайно интенсивный рост новых художественных языков. Причем этот рост принесли как люди, которые социализировались на протяжении 90-х, то есть люди совсем молодые, которые тогда вошли в литературу, как Станислав Львовский или Анастасия Гостева, или там можно... Ольга Зонберг, можно много продолжать людей называть, там Андрей Сянсеньков, а Сергей Круглов, который дебютировал в Москве в 94-м году, но вот начало все это складываться в некоторую цельную картину. Так и люди более старших поколений, как вот, например, у меня было ощущение какой-то резкой смены литературной парадигмы, когда в черной серии Вагриуса подряд вышли книга Пелевина, если я правильно помню, это была «Жизнь насекомых» и книга Улицкой «Медея и ее дети». Вот у меня... Чапаев и Пустота была в черной серии. Спасибо, что поправили. Чапаев и Пустота и «Медея и ее дети». И вот у меня было ощущение... Что? 94-го года. Нет, а это... Романы были написаны раньше, а вышли они в черной серии. В 97-м году, если я правильно помню. И вот когда я их рядом увидел на полке стоящими у... Ладно, так называю это имя, Сергея Кузнецова, вот, значит... Я надеюсь, что Сережа не обидится за то, что я, так сказать, раскрыл секреты... Да, и на его полке, конечно. Вот, значит... Вот когда я увидел на полке у Сережи Кузнецова, я вдруг... У меня тут в голове что-то щелкнуло, я понял, что литература стала меняться не только на уровне моих ближайших знакомых, но, так сказать, во всем своем теле. Вот. И вот, собственно, так я это себе представляю. Хорошо, вот, Миша, ты хотел что-то сказать. Ну, у меня несколько буквально слов. Я просто помню тоже это ощущение очень точно отмеченное, насколько меняется ощущение первой половины 90-х годов и второй половины 90-х годов. Я помню, как, по-моему, в 96-м году, во-первых, прозвучало понятие литературное протеид. Я сейчас, к сожалению, не вспомню, может быть, это Чуприня сказал это слово, но речь числа о том, что в литературе, если до этого был такой хаос, хаос может быть плодотворный, может быть нет, но это была борьба мощно-идеологическая, когда сталкивались там почвенники с либералами, экспериментаторы, с традиционалистами и так далее, то во второй половине 90-х произошло вот такое размежевание и взаимное игнорирование. То есть, условно говоря, тот, кто читал журнал «Наш современник», знать ничего не хотел, ни о каких других изданиях. Мне кажется, оно раньше произошло, но как раз произошло в начале 90-х. В начале 90-х еще... Ну, я скорее соглашусь с Мишей. Знаете, я помню, что на самом деле и из условно-либерального лагеря именно в это время вдруг началось мягкое, сначала постепенное такое вот, как сказать... Вымывание. Вымывание, да. Кадров в противоположный лагерь. Это первое. Второе, что именно в этот момент, по-моему, начинает складываться более-менее полноценный рынок. То есть, да, рынок литературы. Когда авторы действительно несут дне в толстые журналы. Тоже Пелевин, по-моему, в это время свой очередной роман понес не в знамя, а понес сразу в Агриус. Более того, в Агриус действительно черная серия тоже была довольно странная. И уже тогда мы стали ощущать эту странность, ведь там печатали только Кулицкую или Пелевину. Там же выходил и Распутин, например. Там же выходил и Маканин. И Борис Васильев. Да, и надо было понять, что общее между этими столь разными именами. То есть, одно... А что это современная русская форма? А это воспринималось как странность тогда? Вот интересно. Да, это абсолютно. Вот именно тогда... Или галапарат всей русской литературы, чем можно гордиться? Или странность? Вот странность это... Или галапарат? Саша, вот то, что вы говорите, то, что вы говорите, это считывалось как замысел редактора в серии. Вот нам показывают парад. Но что же у вас за парад такой пестрый возникал на голове в этом истинке? Я ровно про это писал в 97-м году колонку в Экслибрисе про то, что черная серия это единственная постоянно действующая литературная премия в русской литературе. Все приличное, что в ней есть, рано или поздно окажется в черной серии. Читайте это насквозь, будет нормально. Для меня у меня как раз не было ощущения странности. Было ощущение наоборот сплетения этого прежде расхода. Это означает, ведь смотрите, что, не означает ли это вот какой вещи, что вот первая половина 90-х, да, я очень хорошо помню, знаете, во всех разговорах, да, но у нас были какие-то общие компании, общие разговоры с большинством, практически здесь, и общие вузы и так далее, так вот во всех разговорах звучало слово маргиналы, маргинальный, маргинальность. И я помню... В разговорах со мной нет. Я не уверена, Илья. Вот, потому что, если ты помнишь, да, Соколовский, да, и, кажется, Давыдов издавали даже три номера каждого журнала, посвященного маргинальности. И маргиналам, и был круглый стол, который был посвящен у Игоря Сида, как раз посвящен маргиналам и маргинальности. И, в общем, мне тогда казалось, это мое уже личное воспоминание, вот безумно важным вот этот вот маргинал и маргинальность и так далее. Более того, я занималась Кражановским, и я его тоже числила по вот этому вот ведомству, да, что маргинально это здорово, это прекрасно, это здорово. Я это тогда так ощущала и думала, и слово маргинальность тоже, оно было такое, ну как, из модных слов, вот как сейчас говорят. Я много раз помню 90-е именно маргинальность, гордость, то, что предстоит и стеблишь. когда от маргином появился? От маргином от второго года. Да, 92-й год, то есть это было вот слово эпохи, да? Нет, там в году 90-й. Позже? Нет, в конце 93-й. Альмонах от маргином 93-й. Значит, а вот маркиз до сад и 20-й века, это конец 92-го года. Ну вот, Илюш, я продолжу, да, свою мысль, смотрите. Альмонах уже 93-й, и маргинальная, это круто, это здорово и так далее. И вот это было такое вот, ну, слово эпохи и месяц в первой половине 90-х. А дальше вот эта черная серия, вот это все начинает складываться то, что в 2000-е годы там все сразу замазывали майнстримом, и оказалось, что майнстрим это слово эпохи, это классно, это здорово и так далее. И вот я вижу здесь, ну, одну из возможных картин динамики, один из возможных способов выстраивания динамики. Вот, мне кажется, может быть, вот так можно про это как-то подумать. Все-таки литература, я все время возвращаю нас к этой мысли, существует не в безвоздушном пространстве. Литература это одна из социальных систем, которая взаимодействует с остальными социальными системами. В ситуации, когда... В социальных культурах. В социальных культурах. В ситуации, когда то, что удерживает, собственно, центр, да, и там, иерархию, мейнстрим, все остальное, все вот эти социальные авторитеты, скрепы, формы давления, репрессии вдруг на глазах рушатся, действительно, в центре обнаруживается некоторая дыра, и в которую дыру затягивает с краев все, что там сбоку лежало. И называется это постмодерн. Это не очень понятно, почему называется постмодерн, Он называется, да. Это действительно называлось так, хотя... Назвалось так. ...чрезвычайно неудачно, на мой вкус, потому что это ни в какой мере не было. Ну да, назовусь это постмодерн, как бы, по аналогии. Наши всегда разговоры с Сашей, что это не был постмодерн. Это был гантенбаянизм, да. Да, гантенбаянизм, да, именно. И чуть не в меньшей степени. Страх вратаризму. По теме дикто, да. И этот процесс затягивания с краев в центр и постепенного перевыстраивания мейнстрима и иерархии формы опрессии и репрессии, как мне кажется, очень интересно действительно разглядывать. Он, так сказать, не линейный и не очевидный. Я его видел совершенно в другом, Женечка, чем ты, так сказать, ракурсе, да. Мне не была интересна идея маргинальности, потому что, ну, как бы, ну, то, что с краю, то и что. Ну, и нет. Перевернись, посмотри в другой степени. Мне было интересно как раз то, что это внезапная явленность всего, что по краю. сначала показала абсолютно неожиданные и прежде несводимые языки. Вот если говорить о том, что мне казалось странным, да, вот появление там Улицкой, Бориса Васильева, Пелевина и Распутина в одной сирии, мне уже к этому моменту странным не казалось. А вот там соприсутствие в одном не только культурном, но и попоечном пространстве куртуазных маньеристов Ира Сергеевича Холина и Ивана Жданова. И Ивана Жданова, да, вот это казалось мне не в том смысле странным, что противоестественным, а в том смысле странным, что диковинным. Удивительно, какая штука оказывается, небывалая. Ну и время показалось, что в Кляме это была скорее флуктуация, чем какая-то норма. но следом за вот этим явлением огромного количества языков, сплетенных формально в один процесс, начался другой процесс, который для меня был страшно интересен. И он, конечно, связан с Вавилоном как институцией и Митей Кузьминой как фигурой. это было довольно энергичное такое выстраивание резоматической, но все-таки системы из людей, интересующихся задачами высвобождения языков. Странным образом, одна из главных задач начала 90-х победа над советским способом говорения. Советский способ говорения был очень однообразный, очень унылый и очень предсказуемый. Про это есть прекрасная книжка, это было навсегда, пока не кончилось. Там почти вся посвящена тому, как этот удивительный язык выставил Алексея Юрчика. Алексея Юрчика, замечательного социолога-антрополка. Но следом за этим эта задача результативно решалась одновременно соцартом в искусстве и ранним Сорокиным в литературе. Но следом за этим возникло целое поколение молодых прозаиков и поэтов, которые вообще занимались тем, чтобы высказываться на некоторым образом не языке. и если сейчас читать ранние Вавилоны, в особенности как раз 92-й, 94-й, это уже Вавилоны? Вавилоны существуют с 89-го года. Да, да. Это они. Я не врусили. Я все время смотрю на Илью, потому что он настоящий исторический человек, а я человек с головой полной хаоса. и вот для меня это, я периодически возвращаюсь и перечитываю, это очень интересно, потому что там видно, что каждый человек решает одновременно задачу высказывания, поиска языка и автоматически в тот же момент деконструкции собственного языка. Странный клубок конструкции и деконструкции, он и оказался одним из важнейших, одной из важнейших задач той литературы 90-х, которая для меня была тогда необыкновенно интересна. И когда уже существенно позже, уже там в начале 2010-х, я бы сказал, мы вдруг увидели там молодую политическую ангажированную поэзию, левую публицистику, людей, объясняющих, что принадлежать своей работе и быть ангажированным интересами класса, это и есть задача художника, я на них смотрел просто разиня рот, потому что, и продолжаю еще, ведомление. Они у меня здесь были, у меня был круглосква. Потому что человек, который видел вот это кровавое месиво 90-е, где главной доблестью было раскатать свой собственный язык, эти, конечно, выглядят как совершенно пришельцы. на этом хочу перейти к следующему нашему кругу обсуждения и поделиться тем вопросом, который меня тоже давно очень волнует. Мне кажется, что вот это вопрос по части научной работы Иры. Можем ли мы, есть такой поколенческий взгляд на литературу, он существует, и всегда какое-то есть ощущение небольшое, что с поколением 90-х есть какая-то небольшая странность, историческая странность, странность, то есть с ним что-то не так, как с другим. Есть ощущение не так, как с другими поколениями. То, что Саша только что сказал, это тоже про поколение 90-х, то есть это ровно про тех, кто вошли в литературу в 90-е, но в том плане и понятно становятся какие-то конфигурации поколения нового на тот момент и конфигурации его задач, но всё-таки можем ли мы говорить и в какой плоскости, в каком плане мы можем говорить о поколении 90-х в литературе. Условно говоря, как она собирается, где она начинается, и может быть такой вопрос, а судьба его в дальнейшем, какова его судьба. Тут потому что насчёт судьбы, то есть того, что потом всё не стало происходить, у меня какие-то возникают иногда даже течельные мысли, может быть, отчасти. Вот, очень интересно было бы услышать точку зрения. Где, коллеги, снега минувших дней? И дамы, где минувших дней? Тоже хотел бы знать. Ну, где дамы минувших дней? Мы вполне знаем. А снега, я мишечка. Они стали цветами? Что? Цветами стали снега. Со снегами что-то не происходит. Да, но я говорю именно о литературном поколении, то есть о том поколении, дебют которого приходится на 90-е. Потому что только что прозвучала ещё до этого мысль о том, что 90-е складывались из материала, который возникал не в 90-е. В этом смысле я вижу идею некоторой конкуренции с теми, кто тоже дебютировал в 90-е, но при этом не было поколения которое собственно принадлежало только 90-х. То есть условно говоря 90-е поколению 90-х принадлежали лишь частично в этом смысле. То есть тут какая-то возникает такая может быть неоднородность, может быть неравновесность. Есть ли здесь какая-то тема, которую действительно можно затронуть? Потому что опять же вот этот нерв рассуждений дадим к сменам это рассуждение о поколении в литературе, о поколениях, о смене поколений и это для него как бы некий инструмент литератур-треггерства, вот эта идея поколений. То есть здесь, мне кажется, это непраздным образом возникло и не случайно. если ты обращаешься от вопроса ко мне... Ну потому что я знаю, что твои тексты о поколениях и твою книгу... Именно потому что я писала о поколениях, я писала об этом как об условном конструкте, что людям важно по какой-то причине себя так определять, так определять свою общность как поколенческую. И да, я писала о том, что действительно в том числе и то, что делает Дмитрий Кузьмин, и его ближайшие соратники, оно тоже встроится на поколенческой риторике. Вопрос в том, почему это было так важно. Возможно, это был способ структурирования. Если мы говорим про это ощущение с одной стороны свободы, которая с другой стороны означает и отсутствие структуры. Как, за что уцепиться, если ты хочешь выстроить Вавилон, если ты хочешь выстроить некую башню, если ты хочешь как-то эту конструкцию наметить. И в этом смысле было выбрано слово поколение и была выбрана эта идея новизны, которая тоже часть этой поколенческой риторики. Это, в общем, даже логично, потому что сама идея смены поколения связана с ценностями модерн, с ценностями ориентации на новизну и новацию на молодость и так далее. Ну вот, да, было это построено, была построена вот эта конструкция. Можно вопрос задать? Все-таки всегда казалось, что само понятие Вавилона оно такое амбивалентное. Вавилон, с одной стороны, несет себе идею построения этой башни, но с другой стороны, мы помним, чем все дело закончилось. Тот, кто объявляет строительство Вавилона, сам не может об этом ни путь. Да, я думаю, что лучше влиять. Дмитрий Кузьмин несколько раз писал в своих статьях, что, собственно, для него название Вавилон связывалось непосредственно с легендой о строительстве Вавилонской башни, а с песней Бориса Гребенщикова и особенно с ее строчками «Вавилон – это город как город», если ты идешь, ты выйдешь в одну сторону, другой стороны просто нет. Я, по счастью, не знал этой метафоры, и для меня, в смысле, это происхождение, и для меня Вавилон всегда был все-таки постбашенным, после столпотворения. Митинг Вавилон был тем местом, где разговаривают вновь люди изделенные языками. Разделенные языками. И учатся, находясь общей языкой. Да, и это и было, собственно, основной работой Вавилона дико интересным. Ну и вот это ощущение отрицания языка, оно тоже было очень важно. У меня тоже даже на статье была на эту тему про тексты, текстон, когда молчание становилось, собственно, таким вот. Ну а потом мы помним вот эту полемику, полемику между Бахтиным и Гаспаровым, противопоставление диалога и перевода. Наверное, как раз идея пославилонская, это идея не столько диалога культуры, диалога языков, сколько идея перевода с одного языка на другой, и может быть с этим связана вот активно переводческая деятельность и Кузьмина, и его круга. Ну, собственно говоря, мне это кажется, в Вавилоне примерно любое высказывание было переводом, поскольку исходником было то, что у каждого свой язык, которого по умолчанию никто не понимает, и скорее всего эта коммуникация заранее обучается, и потому интересно. Смотрите, нет, сейчас я должен просто сказать какую-то такую штуку, которую мне говорить не хочется, и поэтому я торможу. Почему не хочется? Потому что... Обижать будем. Нет, потому что... Смотрите, вот мы знаем многие очень интересные и в моменте очень важные, влиятельные культурные феномены и движения, которые в историю не вошли никак. главным образом потому, что эти феномены и движения связаны с борьбой как занятием. Борьба имеет смысл до тех пор, покуда то, с чем ты борешься, есть. Мне кажется, что в некоторой степени необходимость сущностная, я воспринимал ее, ну вот, она была со мной каждый день, я просыпался с ней, засыпался, необходимость высвобождения из-под советского говорения, высвобождения из-под мучения, учительного языка, в котором уже все сказано вперед пред тобою, некоторым образом отняла язык этого поколения. Мы видим очень хорошо, как и поэты, и писатели, и там романисты, и напротив рассказчики, и авторы миниатюр в жжшечке, входившие в литературу в гораздо более стабильной ситуации, изначально выстраивали свою позицию в многополярном пространстве, как устойчивую, я говорю примерно это, примерно этим. Ну и дальше длительная работа, это вообще, это тоже, кстати, очень интересный урок 90-х, что яркая точечная работа в культуре, как правило, бессмысленна. Длительная работа в культуре, пусть даже не такая сияющая, гораздо более влиятельна на историческое бытие. и мы увидели, как люди, победившие язык в самих себе, в этой замечательной самоедской работе взорвались и стаяли в небесах. То есть вот так вот прямо и некоторые из них, те, что возвращались в литературу в поздних 90-х, вынуждены были для себя перевыдумывать языки. Здесь очень интересно, каким образом вам интересовала современность, потому что все практики, которые мы так или иначе сейчас пытались описать и дать им ту или другую характеристику, это попытка возвращения современности, выхода в современность. Но здесь возникает язык гротеска, язык пародии, язык макабра. Что происходит? Почему вдруг я мягко скажу, современность становится такой причудливой? Во-первых, она была. Меня обратил слово, пожалуйста, Ира. Я хотел, прежде всего, ответить на Сашину слова. Я думаю, что у меня ощущение не такое, это как бы сказать просто твое слово против привык слова. У меня не было ощущения, что это, собственно, Саша говорил о людях, авторах условно говоря, которые публиковались и в «Альманахе Вавилон», и вокруг в «Гивов» в других изданиях похожего типа, но «Альманах Вавилон», там «Альманах Хайку Тритон», там, например, значит, для меня эти люди как бы сказать не истояли, для меня там наиболее значительные авторы, родившиеся в 90-е годы, которых я отношу к своему поколению, продолжают сейчас совершенно замечательно. как авторы. Продившиеся как авторы, социализировавшиеся как авторы, в 90-е годы, продолжают активно работать в литературе и вполне замечательно это делают, как, например, тот же Львовский, тот же Мария Степанова, Марина Борского, Шедор Сваровский, там, чуть позже, что он, «Звягинцы». «Звягинцы» немножко раньше даже. Николай Звягинцы, в начале 90-х дебютированный. То есть у него наиболее ранние стихи в первом его сборнике «Спинка пьющего из лужи» датировано 87-м, если не ошибаюсь, годом, но это все равно все там, там то же самое, тот Сергей Круглов, они все продолжают существовать в литературе, там единственный, кто надолго уходил из литературы по очень сложным причинам, это Сергей Круглов, но он вернулся, так сказать, действительно с несколько другим языком, но это такая совершенно особая история. На самом деле, ну вот мы так немножко уткнулись носом в Вавилон, потому что он действительно был дико интересный, дико такой, ну, зримый, да, но параллельно развивались поэтики, не знаю, Тимура Киберова, да, который, я как раз и имею вот это вот это наложение, собственно, вот от этой своей юношеской, чисто деконструирующей такой практики, да, потом мучительно, с болью, с кровью пытаться находить новый голос, и вдруг нашедший там свою позднюю религиозную лирику или послание, или еще что-то, которые, конечно, уже были вовсе не деконструирующими, потому что деконструировать уже было нечего, он, наконец, ощутил себя в чистом поле и тогда заставил себя заговорить. 95-е годы, как раз. Мне просто кажется, что Саша отчасти, ну, то есть, мне кажется, Саша, вот, не знаю, получается, что вот у меня есть какая-то интуиция, Саша как-то часто проговаривает это словами, вот тут тоже было нечто важное сейчас проговорено, а вот в каком смысле, не знаю, не кажется ли вам, да, ну, тут мы многое будем, да, гипостазировать в этом разговоре, потому что, ну, в общем, такой разговор о такой материи, да, не кажется ли вам, что вот действительно происходил вот именно с этим поколением, социализовавшимся, в 90-е, вот были некие сломы, да, то есть все-таки, все-таки, да, ну, скажем так, сломы, или, может быть, какие-то вот такие вот точки перемены, трансформации, кризисные точки, которые были, ну, скажем так, не внутренне для каждого по отдельности, да, как бы, какой-то необходимости, развития, а были как раз связаны с каким-то, с какой-то общей, да, вот этой вот ситуацией, да, вот то, о чем Саша, мне кажется, вот сейчас говорит, это как раз вот оно, это как раз вот это, то есть это то поколение, которому приходилось трансформироваться, да, и меняться по каким-то довольно объективным причинам, что ли, да, Ир. Да, но мне кажется, тут еще есть вот какой вопрос, вопрос адресации, да, вопрос, к кому была обращена эта речь, да, можно я это поясню, мы решили не говорить про критику, но мне кажется, не очень, мы не решили, мне больше объяснить это на вот этом примере, да, вот как, как был устроен, собственно говоря, вот этот вот мир, вот этой вот литературно-критической вот этой области, да, то есть там существовало в конечном счете два актора, да, один, условно говоря, актор, там, не обязательно, да, индивидуальных, это может быть два коллективных актора, значит, вот этот один актор, это тот, кто дает деньги, да, и у него какие-то свои представления о том, значит, что нужно ориентироваться на вот этого, условно, нашего читателя, и надо как-то, причем, такие очень представления, ну, такие очень схематичные, очень наивные, да, в каком-то смысле, вот такая наивная идея, что можно манипулировать общественным мнением, его можно достраивать. Ну, тогда в 90-е годы как-то особенное это было, это было еще, это понятно, но это понятно, потому что только вот, да, первые какие-то такие попытки, да, они были, черной серии в Абрюс не было, походка с Фортакова. Ну, тоже, мне кажется, отчасти, но немножко другое, да, вот, вот этот вот, значит, актор давал деньги, и был актор-исполнитель, да, два этих актора было совершенно не связано, потому что исполнитель пытался, вот, использовать эту возможность, сформулировал Вячеслав Курицин, люди стараются, основывают солидную институцию, а русская литература забирается в щели и начинает плодоносить. Да, а этот актор, значит, он плодоносил, да, или плодоносил, и тогда было, вот что характерно, была очень популярна идея гамбургского счета, да, то есть такая немножечко нарциссическая ориентация на перфекционизм, на вот, ну, то есть понятно, что вот ни для одного актора, ни для другого актора, да, ну, живого адресата нет, да, вот, и мне кажется, это в каком-то смысле, ну, и на, то есть это может быть больше видно, да, на примере вот этой литературной критики, потому что она проще устроена, да, но мне кажется, отчасти, да, это в каких-то отношениях применимо и к литературе. Это ни в коем случае я не хочу ничего обесценивать и обвинять, да, вот мы все сейчас стараемся как-то очень осторожно говорить, чтобы, ну, есть вот этот страх, это время обесценивать, потому что оно все время и так податанное, да, и не хочется туда вот добавлять каких-то, там, обвинений и всего прочего, и говорить, что это неудавшийся, да, мы стараемся не называть это неудавшегося проекта, но в то же время мы понимаем, что удастся он не мог, да, но вот в таких обстоятельствах, да, ну, более устойчивых форм, наверное, возникнуть не могло, да, и вот это не структурированное пространство, оно, конечно, создавало вот это ощущение потери, с одной стороны казалось, что адресат близко, да, потому что, ну, возникали вот эти сообщества, сформировались, переформировались, это, собственно говоря, это мой друг и мой сосед, да, это всегда было обращение, ну, вот, понятно, к кому, к рядом сидящему, да, потому что, ну, вот Дубин, да, когда он говорил про отсутствие институтов, да, что в тот момент вызывало, ну, если не отторжение, да, то как раз, ну, нежелание это слушать, да, он все время повторял, что вы говорите сами с собой, вот, ну, в каком-то смысле, это так и было, да, в каком-то смысле, наверное, наверное, да, повторил слово, потому что действительно есть очень большая осторожность, да, вот, но мне не кажется, что если мы будем проговаривать какие-то вещи, мы будем что-то разрушать, мне вот так совсем не кажется, нет, не кажется, мы стараемся делать это осторожно, вот о чем вы говорите, потому что тогда, может быть, мы ведь очень многое сказали о том смысле, который вообще имела эта колоссальная работа, которая тогда была проделана, да, и, ну, условно говоря, важно понять, да, вот тот вопрос, в котором ты говоришь, да, то есть вопрос адресата, да, вопрос осмысленности, вопрос кризисности, той внутренней кризисности, да, которой все, что мы делали, было чревато, мне кажется, важно это проговорить, да, Илья. потом, договори, пожалуйста. Да, нет, я уже все, я поднял руку просто, что потом... Да, да, я все, что хотела, я сказала, мне кажется, хорошо очень, что мы сейчас вот начали проговаривать эти вещи, да, пожалуйста. Про встречу, может быть, у Миши что-то сказать? нет, я слушаю. Я хотел сказать, что, во-первых, слово кризис здесь достаточно важное, дело в том, что 90-е годы были временем очень ускоренного развития литературы, и тогда существовало несколько сближенных поколений, кроме поколения, которым я отношу себя самого, было поколение, которое, это были люди, там, в диапазоне от 7 до 12 лет старше меня, и которые тоже в 90-е годы как раз смогли печататься, это кроме упомянутого Саши Тимура Кибирова, это и Юлии Гоголев, и рано погибший Андрей Туркин, и Григорий Дашевский, там... И Сергей Гандлевский, да, Сергей Гандлевский, ну, все-таки он воспринимался, когда раньше, уже существующий в литературе, потому что в гипоцензурной, по крайней мере, для меня это было... Ну, или Искренко-Жданов, наверное... Ну, вот это уже более сложный, но во всяком случае, вот были люди в 90-е годы, которых я... Там... Это было время параллельного, очень быстрого развития людей нескольких поколений, вот, и у каждого был свой кризис символизма 1907-1911 годов, но не было достаточного количества Брюсовых и Недоброво, которые бы это достаточно подробно проанализировали. Вот. То есть, вот важно, что помимо, собственно, поколенческих или социальных кризисов, были какие-то точки перелома в развитии художественных систем, пользуясь языком Игоря Смирнова, вот, и эти переломы, они до сих пор не проанализированы, то есть, вот некоторые наши, как бы сказать, обмены репликами с Сашей, они связаны с тем, что нам некуда точно поставить точку референции. И как раз, вот, когда я начала говорить о поколении, вот, примерно, вот, в эту сторону пыталась вывести разговор, примерно, это имело в виду, но нужно понять, что об этом очень трудно говорить, потому что, да, из-за причины именно вот этой непроговоренности и того, что приходится подбирать, да, слова для этого разговора. И в связи с тем, что это была очень сложная эпоха, и потому что она очень быстро развивалась, потому что очень многие процессы шли параллельно и поэтому были неразличимы. Да, я очень хорошо помню, в литературном институте, здесь неподалеку, происходила первая в России конференция по постмодернизму. Постмодернизму, мы в 1931 год. Значит, на ней в повалку выступали Сергей Соловьев, Тимур Кибиров, Андрей Зорин, Марки Повецкий. Марки Повецкий. Вот Андрей Леонидович Зорин тогда еще не в таком статусе абсолютного мэтра, но уже выйдя на трибуну, начал свое высказывание с таких слов. Сегодняшняя встреча кажется мне похожей на отчетно-перевыборное собрание в сумасшедшем доме с участием пациентов и персонала. Вот это на самом деле половина присутствующих в зале обиделась разными способами, но на самом деле это описание Андрея Леонидовича, оно очень точно воспроизводит дух эпохи. бесконечное отчетно-перевыборное собрание в сумасшедшем доме, его трудно анализировать, оно трудный материал для анализа. А вслед за ним на трибуну поднялся Аркадий Трофимович Драгогойщенко, который сказал задумчиво, потом вскоре выяснилось, что он читал свое новое стихотворение. Все приходило в упадок, даже разговоры о том, что все приходит в упадок. Мне кажется, что помимо слова маргинальной, еще и слово кризис было одно время каким-то таким тоже словечком эпохи. Год из 97-го. Да, да, да. Я имею в виду еще до всякого экономического кризиса, когда оно стало словом из газеты и так далее. Именно в каком-то культурном обиходе слово кризис, кризисное, оно тоже означало что такое очень современное. То есть вот маргинальный, кризисный, да, там еще постмодернистский, вот современный, да, и вот мы как бы вот этими словами, да, ну, было, Илья, было, было такое, было, было. Вот Миша не даст соврать. Мы с ним из одной песочницы. Вот, это было, это было. И вот мы пытались это вот как-то вот, да, ощущение, да, которое вот Зорин тоже передал, да, в начале отглата, мы пытались его как-то удержать и описать. И оно действительно было вот отчасти каким-то смутным. Действительно так. Вот. Вот, может быть, да, не этим ли, да, я тут задам вопрос по принципу не белая ли это бумага, не этим ли объясняется то, что, да, вот все многие, да, ну, условно говоря, там 80% тех институций, да, которые пытались утвердиться, да, пытались начаться в 90-е, они как бы вот, некоторые даже не доплыли там, да, конца 90-х, да, некоторые не пережили, да, вот какого-то порога, о котором мы сейчас поговорим, когда 90-е закончилось, все это оказалось таким вот, да, каким-то эфемерным, да, оно оказалось очень неустойчивым, оно очень быстро, вот оно возникает, и кажется, у меня было ощущение про что-то, что это вот навсегда, да, вот, а потом, да, пока оно не кончалось через год, через два или четыре. Прежде всего, я хотел бы восславить единственную институцию, которая, возникнув в центре этого безумия, до ныне сохранила прекрасную форму, это новое литературное обозрение, дмитрия, дмитрия, слава в веках, потому что это единственный инструмент, которым мы можем действительно что-нибудь мерить, да, потому что НЛО было и прекрасной площадкой для публикации, и прекрасной площадкой для анализа текущей литературы, и, по сути, действительно единственным институциональным высказыванием и институционирующим высказыванием, да, вот напечатали в НЛО, значит, теперь уже вещи есть. Легитимирующим, я бы сказала, да. В остальном же, да, конечно, это право, я, там, в моей памяти хранится огромное количество всяких институциональных начинаний, как вот клубного характера, так и как-то альманахов, журналов, которые собою, конечно, нечто очерчивали, да, там, без гуманитарных, без газеты гуманитарный фонд, трудно себе представить эту эпоху, без, там, Птюча, с его удивительным, тоже таким, литературным закосом, который продолжался и далее, без Икс Либриса, который начался в 97-м году, и данные не существуют, пусть и несколько переродившись, несколько раз переродившись. С Либрисом сложная история, да, такая в общем, сложная. То есть, внутри, там, бесконечно возникали какие-то проекты, перья, я даже не назвал их проектами переустройства, потому что это в общем не строении, были проекты устройства, да, но поскольку быстро текущий зыбкой песок времени из-под ног у каждого из этих проектов быстро вымывал все основания, как финансовые, так и идейные, действительно, река времен их все почти поглотила. Я помню, когда Дмитрий Кузьмин в литературной газете по-моему, колонку ввел. Такое было. Да, да. Мне очень жаль, что в трансляции не будет видно, как выразительно Илья в этом напишет. Илья, мне кажется, ты хотел что-то добавить. Прошу прощения, если я тяну одеял на себя. Я бы хотел просто то, что говорила Ира, прокомментировать больше взглядом социолога культуры. Мне кажется, что важно зафиксировать несколько моментов из того, что мы говорили, как бы это можно описать с социологической точки зрения. История литературы складывается из истории производства текстов и истории чтения. Эти истории идут параллельно, потому что новации в истории чтения могут не соответствовать новациям в истории письма и быть в разной степени массовыми. Не знаю, например, Марина Могильнер в книге «Мифология подпольного человека» описывает, как в 1850-е годы в таких полуподпольных кружках таких протореволюционных. Молодежи давали в провинциальных городах определенным образом подобранный список вполне легально изданных книг, прочитав которые в определенной последовательности, они проникали в глубоко революционном духе. И существовали специальные списки, которые ходили по рукам, как в правом порядке. и мне кажется, что в 90-е годы я бы сформулировал так, они дали большое количество новых типов или режимов письма, отчасти мы их описали, но лишь в минимальной степени способствовали обновлению режимов чтения. Мне кажется, полностью наоборот. вот сейчас скажу. Но тут есть очень тонкий момент. Ира, наверное, неудобно было бы себя рекламировать. Я скажу, что в 53-м номере много лет назад была напечатана прекрасная Ирина статья про то, как были созданы совершенно новые режимы чтения иностранной литературы. И, слушай, на мне Рохотко сподробно называлась статья, вспомнил. Но очень мало изменились режимы чтения российской литературы. То есть вот здесь важно для меня ну такие массовые демократические широко распространенные для меня здесь очень важно, что уже с советских времен и это сложилось достаточно рано с 30-х годов самое позднее русскую и западную или вообще переводную там из бенгальского с хинди не знаю с какого угодно языка литературу в Советском Союзе читали совершенно разными глазами. 90-е годы этот раскол сильно еще удалили. И мне кажется, что 2000-е 2010-е годы стали довольно легким реваншем советских режимов чтения русской литературы, произведенных на русском языке. и это способствовало очень быстрому реактуализации советских способов организации литературы. А те способы чтения новые иностранные литературы, которые были придуманы в 90-е годы, они сохранились. Потому что здесь вопрос, кто формирует эти самые структуры чтения. Если мы связываем с критикой, то здесь опять же та критика, которая была ориентирована на поиск каких-то новых форматов, она в основном занималась переводной литературой. А критика, которая читала, эта критика сводилась к одной мощной фигуре Немзера. Который говорил про прекрасные 90-е, кстати. Замечательные десятилетия. Это было более традиционное взгляд. В этой связи я хочу перейти как раз с реплики Ильи. Я хочу перейти к завершающему туру нашего разговора. Вот 90-е мы проговорили в тот момент, когда и для кого они начинались. Как вы думаете, а когда и с чем они заканчиваются? Что за процессы знаменуют окончание условного смыслового конгломерата во времени? Здесь тоже должен быть персональный вопрос. Я думаю, что ответы будут разные. Мне как раз очень интересно от каждого присутствующих этот ответ услышать. Начнем с Мишей, Сашей, Сашей, Сашей. Мне кажется, 90-е закончились тогда, когда стал остро вопрос. Все-таки литература это профессиональное занятие, где нужно подписываться на сотрудничество на постоянной основе с некоторыми издательствами и возникает этот мейнстрит. Мы, кстати, здесь ни разу не сказали слово «букер». А букер ведь это тоже, насколько я понимаю, продукция 90-х, но немножко не тех 90-х, о которых мы говорили. Саша точно. Да, понимаете, вот в этом дело. И это, собственно, было начало конца этих самых 90-х, о которых мы говорили. Хорошо, спасибо, Ира. Я просто помню это ощущение, когда я для себя поняла, что 90-е закончились. Это было связано с такой историей, которая придется рассказать, потому что я думаю, что она ничего не скажет многим, людям, которые сейчас будут это слушать, про то, как раскручивался роман про Ханова «Господин Гексоген», изданный в «Адмаргеном». То есть тогда это воспринималось, ну вот сама эта раскрутка, она воспринималась очень мной и ближайшими коллегами, ну как что-то совершенно неожиданное, какой-то снег на голову, потому что это не может быть, потому что не может быть никогда. Экслибис назвал эту встречу на Эльпе. казалось, вот как раз когда я говорила про вытеснение, это был очень такой важный для меня момент, да, казалось, что вот какой-то язык, который прочно вытеснен, он вдруг откуда ни возьмите взялся, да, и заявляет о себе, заявляет очень громко, там, претендует на твое пространство и так далее. И, ну, казалось, да, что вот это и есть конец 90-х, я думаю, что вот в каком-то смысле это, ну, такой показательный был момент, вот который для меня, да, сейчас вот осмысляется таким образом, что вытеснение не лучший способ работы с тем, что ты считаешь девиацией, да, что если ты не работаешь с тем, что ты не считаешь нормой, да, то оно к тебе придет и себе заявит. Вот как-то так. Еще более усугубленным как-то. И может здесь буквально одно слово добавили, я помню тот шок, когда довольно авторитетные фигуры литературного процесса, к которым прислушивались, вдруг участвуют в этой компании, да, говорят об особой энергетике Проханова, и у тебя у самого возникает как действительный диссонанс, потому что ты не можешь это принять, а с другой стороны сами вот эти вот фигуры, к которым ты до этого прислушивался, они всячески говорят, что именно такой теперь является современная литература. Ты не можешь это принять по политическим или литературным сообщениям? Прежде всего по литературным, потому что литература это чудовище, это просто чудовище. Саша? Да, в Экслибрис тогда вышел с передовицы, с фотографии Александра Иванова, Александра Проханова, двух Александров, и назывался «Встреча на Эльбе». Нет, это называлось «Все у них получится». Для меня 90-е годы в литературе кончались довольно долго тоже. Когда они долго начинались, так долго и заканчивались. То, что Ира сказала, я теперь понимаю, что это был первый очень громкий звонок, но я тогда не понял, что это кончается эпоха. То есть я тогда это воспринял как катастрофическое безобразие, но не воспринял как знак исторического перелома. И окончательно, что называется, до меня дошло как до жирафа примерно к 2004-2005 годам. Под влиянием целого ряда событий самых разных и институциональных, то, что там произошло закрытие Альманаха Вавилон и произошло, и, значит, произошел этот вечер, так называемая передача эстафеты поколений. И, значит, я увидел, как заканчивается в Москве эта вот литературная клубная жизнь, она на глазах теряет свою энергетику. Даже когда она длилась, она стала терять явный импульс, который в ней был очень живой в 90-е годы. И как я увидел, как люди стали, возможно, что для меня 2000-е годы были связаны с нарастающей популярностью соцсетей, которые были совершенно новым феноменом. Ну, то есть не соцсети, а живой журнал. Вот, живой журнал. То есть целый ряд факторов, которые показали, что теперь литературная жизнь устроена иначе. вот, и я, для меня это был довольно мучительный момент, потому что я к тому времени, как мне казалось, более-менее научился чувствовать стиль в 90-х, у меня было ощущение, вот я не понимаю, что пришло ему на смену. Я только очень не сразу до меня стало доходить, как это все теперь будет по-другому существовать. вот, и я думаю, что люди, которые очень хорошо себя чувствовали в 60-е годы, для них такая же была тяжелая история наступления 70-х. Вот. Странно, что мы так или иначе говорим об одной и той же фигуре, а при этом почти не упоминали, мельком упоминали, они похудо описывали 90-е. Для меня 90-е начали заканчиваться, когда Александр Теренчевич Иванов, издатель издательства Адмаргина, начал печатать художественную литератору. Странным образом, вот там, последняя часть 90-х, цветущие 90-е, а мне кажется, что последняя часть была интереснее довольно яркого начала, была связана с каким-то таким довольно глубоким въеданием в мировую интеллектуальную практику. не случайно ярмарка в Центральном доме художника, которая должна была противопоставить себя подыхающей, выдыхающему в ДНХ-шному торжещу, изначально с подачи того же Александра Теренчевича называлась нон-фикшн, потому что конец 90-х был очень умный, это было в некоторой немалой степени связано с тем, что правительство Республики Франция осуществило огромную финансовую интервенцию в программу Пушкина по поддержке переводов французской литературы на русский язык. Сорсовские проекты были еще покупаны. Да, и по этой программе так сложилось, по-моему, счастливо, были не только переведены какие-то художественные вещи, но и были вброшены целые огромные куски гуманитарного знания в перевод сфранцузской. И тут, конечно, Зенкин и Дубин высятся утесами последних 90-х. А потом началось что-то другое. Очевидно, что оно началось в 98-м, когда кризис, совпавший с соседней книжной ярмаркой, застал всех врасплох. Я прекрасно помню этот стенд того же самого издательства «Одмаргиным». Александр Теренович понял, что никаких продаж со стенда не будет, никакие книжки никуда везти не надо. Привез на стенд 4, ящика водки и прекрасно проводил финансовую кризис. Дальше эта трещина начала расширяться все шире и шире. Вдруг урок 98-го был гораздо шире, чем столкновение с финансовой нестабильностью. вдруг оказалось, что вот эта охваченность пылом преобразований она расшиблась обо что-то. Так в общем заканчиваются примерно все эпохи, которые мы можем наблюдать в России. Сначала все одержимы какой-то идеей, как пыл преобразований в 90-е, как построение буржуазной либеральной реальности в 2000-х, как государственнические порывы в 2010-х. Каждый из них должен расшибиться. Я в какой-то момент, описывая вообще русскую историю на длинном периоде, сказал, что она похожа на перемещение грузовика с обезьяной за рулем. Обезьяна жмет нога и мчится, пока не вряжется в стену. Жмет нога снова. Значит, вот в этот момент там что-то хрустнуло и история и литература потекла другим чередам. А закончили заканчиваться 90-е уже сильно поздно для меня, это был не такой 2004-й, когда я обнаружил, что весь топ русской прозы там не знаю Улицкая, Пелевин, Сорокин, Шишкин, все кто угодно, скуплены издательствами великанов. Да, это правда. 90-е были и даже собственно переходные моменты с конца 90-х начала 2000-х были временем, когда так сказать индустриальное распространение текстов строилось отдельно и в основном на массовой литературе, которая тоже ждет еще своего историка и там были очень интересные процессы, на мой взгляд. так сказать, смыслы строительства новых языков, строительства новых способов высказывания все происходило в каких-то закутках и тихих... 19 октября. Да-да, да-да. Это был такой прекрасный книжный магазин, надо сохранить под запись. В первом Хазачьем переулке. и когда он был закрыт, а забыл. Сижу, вспоминаю. 98-й? 98-й год. Мне кажется, 99-й, потому что Марк Пельгич как-то, ну там он уже в общем жить не жил магазин, но у них оставались большие складские остатки, и поэтому они так вяло все это распродавали. Значит, и даже я помню, как мы там высказывались о том, что вот крупные издательства не может быть полезны для создания системы книг и распространения, но на самом деле смысл рождается в маленьких издательских проектах. И вот в тот момент, когда сначала Иванов почуял невероятная, очень важная фигура, как мне кажется, для книжной истории и для литературной истории не в малом степени, почувствовал, что нужно двигаться куда-то вот в сторону развлекательного чтения в лице Сорокина, хорошенькая развлекательничка, а потом и вот это кончилось тем, что перевыстроилась совершенно система доставки буквы до читателя. Вот это, мне кажется, и было таким концом 90-х, тут над ними закрылась посетительная переговора. и наконец у меня последний финальный вопрос для такого более-менее короткого ответа. Я совершенно отдаю себе отчет, потому что мы там многого, мягко говоря, не обсудили, что можно встречаться по этому поводу, еще и будут находиться разные темы, многие из которых мы тут так обозначили, затронули, и я очень хочу все это делать. Но пока такой вопрос, как это называется, провокативный. Вот 90-е, как проект, общее движение, как некоторая историческая цельность и так далее. Вот это, условно говоря, был ли этот проект провален в каком-то таком самом широком общем смысле, или же все-таки он был продуктивен, по-другому формулируя, был ли он продуктивен, может в такой формулировке, или это была некоторая вспышка, как обезьяна за рулем грузовика, которая баба в стенку и все. В общем, такой процесс он, как правило, не имеет цели и полагания, и мы не можем говорить о продуктивности такого процесса. Или все-таки он был продуктивен. Ага, кто начнет и небольшое добавление у меня, то есть действительно 90-е годы еще запомнились тем, что это были проекты, имевшие в виду некое опять мировое значение литературы, но по-новому переосмысленные. Я вспоминаю, когда вышел, например, перевод «Бытия и времени» Хайдегера, Бибихина, или когда устраивались, например, церковные куменические проекты, недавно умершие отца Романа Скальфи, каждый назовет свое, это все были попытки вновь придать некий мировой масштаб тому, что может происходить сейчас в бедной, так сказать, и вроде бы не имеющей никаких ресурсов России. Постоянно это была тема «Наша бедность, наше убожество, у нас ничего нет, у нас всего мало, таких на Западе много, но может быть какое-то слово мы скажем, что мы сделаем в литературе, может приобретет некий резонанс, отзовется мировым словом». «Сказали, не сказали, отозвалось, не отозвалось, но все-таки я бы тут сказала бы очень общую, то есть про продуктивность того, о чем мы говорим». «И для меня это кончились проекты, когда кончились 90-х, когда кончились эти проекты, имеющие в виду попытки, то, что здесь можно наград и создать что-то вселенского типа». «Спасибо». «Я понимаю, что любые исторические аналогии они всегда условны и не всегда продуктивны, но тем не менее у меня всегда было ощущение связи параллель 90-е и 20-е годы. Они тоже начались в 21-м году как в 91-м и закончились, как раз начали заканчиваться в 27-м, в 28-м году тире у нас в 97-98 годы. Что мы видим? Мы видим, как в 20-е годы почти полностью вымываются из литературы, мы видим, как не пересдаются те книги, которые в 20-е годы возникают, как те споры замолкают, которые велись в это время, а потом проходит некоторое время, проходит тяжелая очень эпоха, она, наверное, подзадержалась во многом из-за войны, наверное, процессы были бы быстрее. И что мы видим? Мы видим сначала вдруг всплеск интереса к 20-м, 60-е годы у шестидесятников, а потом мы видим переоткрытие именно 20-х годов именно в эти самые 90-е годы. И мне кажется, что в общем в этом смысле 90-е, они как раз наследуют вот эту вот линию 20-е, 60-е, или может быть конец 50-х, 90-е, и в общем они должны теперь культурой каким-то образом перевариться, отлежаться где-то вот там вот в архиве, в музее культурный для того, чтобы потом всплыть уже совершенно в новом своем качестве и стать полноценной частью культуры, без которой, в общем-то, эту культуру не понять, невозможно, не продолжить. Спасибо, Ира. Ну, мне в этом вопросе много чего не нравится, я уже говорила, что мне нравится свой проект, я думаю, что тебе тоже не нравится, да, мы пока ищем, да, вот эти слова. и что является критерием успешности, да, потому что вот там перед тобой ров, и чтобы перебраться на другую сторону, да, тебе нужно через этот ров пройти, ты иначе на другую сторону не попадешь, да, поэтому, вот мне кажется, это было чем-то таким, и я, ну, отчасти не соглашусь с Михаимом, потому что, мне кажется, вот те проекты, которые тогда затевались и делались, они, и вот эта вот, ну, как бы сказать, механика, да, вот техника вот этих культурных проектов, она не была настроена на шедевральность, да, на создание каких-то шедевров, на создание каких-то больших, там, я не знаю, вот этих самых проектов, да, вот таких проектов с большой буквы, там, должны как-то сохраниться в веках, там, и которые должны как-то, там, изучаться в школах и так далее, ну, в основном, да, преимущественно. Мне кажется, что, ну, работа, которая тогда делалась, она была несколько другого характера, и, ну, вот, да, сейчас у нас действительно, наверное, есть ощущение, что в 90-х ничего не осталось, да, но только ощущение, потому что мы это время прошли, да, вот мне бы вот так хотелось отметить. Спасибо, Илья. Значит, мне, я повторю еще раз тоже, отчасти, вслед за Ирой, что я не воспринимал 90-е, не воспринимаю как какой-то единый проект, они для меня распадаются на целый ряд многочисленных и разнообразных движений и в литературе, в унитаринике, там, в науке и так далее. для меня 90-е годы, то есть, вот там, мне кажется, что слово успех является в этом случае некорректным, потому что, слишком тотально. Успех чего? Вот, мне кажется, что, значит, вот было выработано очень много новых языков в литературе и в гуманитарных науках. Значит, в чём был неуспех? Это в том, что были, пользуясь выражением многократно поминавшейся сегодня Мариэты Чудаковой, словно бы перерезаны каналы, которые позволяли осуществить рецепцию этих языков. Это из её статьи «Защита двойных стандартов». Вот, и в этом смысле 90-е годы постигла судьба и 20-х годов, но в ещё большей степени мне это напоминает историю с Серебряным веком, который ведь, как справедливо писал Абрам Ильич Рейдблат, собственно, в Серебряном веке у многих наблюдателей было ощущение упадка культуры, постоянно мы в прессе там находим жалобы на упадок и деградацию культуры. Наиболее читаемыми писателями Серебряного века были никакие ни Бальмонт, ни Брюсов, ни Андрей Белый, а, значит, Изабелла Гриневицкая и Лидия Чарльз. Декладен, это, собственно, само понятие. Вот. И поэтому там какие-то еще многие авторы, которых сейчас вообще никто не помнит, все читали Пшебушевского, которые, значит, Шницлера, да. Ну, Шницлер, это все-таки в России, в Австрии он сохранился как классик, это другая немножко история. Вот. Пшебушевский тоже, но это такая мода, которая очень быстро прошла. Вот. Значит, и важно, что потом возник такой запоздалый и тоже деконтикистализирующий, анахронистический культ Серебряного века. Я не думаю, что так прямо будет с 90-ми годами, но я думаю, что впоследствии режима восприятия искусства каким-то образом догонят то, что было создано в 90-е годы, но это будет опять некоторые ножницы, опять некоторые расхождения во времени. Спасибо большое, Саша. Мне представляется, что 90-е были фантастически успешны. Да. И я вижу это в двух аспектах. Во-первых, если и говорить о том, что у 90-х был какой-то цельный проект, то это был проект освежения всех форм высказывания и всех иерархий и институций. До основания, а затем это, конечно, то, чем 90-е занимались, очень результативно и произвели это во славу русской культуры. С другой стороны, именно это максимальное высвобождение позволило отдельным художникам совершенно не связанным друг с другом продолжить свою работу, которая была начата, как правило, раньше или начать свою работу и развить ее в следующие периоды. То есть, ну, про какой неуспех 90-х мы можем говорить, если в этот же самый момент там продолжал работать и перешел в следующий исторический период Бригов, который начался в 80-е, прошел через все 90-е, ну, окей. И не заканчивается. И не заканчивается. И немедленно перешел в вечность. Значит, сегодняшняя картина русской поэзии, блистательная, цветущая разнотравья такое, оно, конечно, смогло сложиться только потому, что 90-е были 90-ми. Именно потому, что вдруг одновременно стало можно выйти из-под гнета огромному количеству голосов, а какое-то количество погасло, какое-то количество не дозвучало. Не было бы той ситуации, которая есть сейчас, если бы не было бы 90-х. Там, для русской прозы, для русского исторического сознания, для русского исторического повествования, это, как сейчас мы видим, довольно важный инструмент такого русского самоосознания, в конец 2000-х, и все 2010-е целиком посвящены историческому повествованию, и больше ничему. Все остальное маргинали. Этого в 90-х не было, и это воспринимается, я неоднократно это замечал в разговорах с, как бы сказать-то, нормальными читателями, читающими ИТР-ами 80-х годов. Это воспринималось, как некоторое зияние, да, но мне, ну, то есть, но у 90-х, как движения, не было такой цели, не было такой цели перевыстраивания какой-то русской утопии, русской гипотезы, да, и мне кажется, что 90-е были как барана, они должны были это поле абсолютно закаменевшее и засоленное поднять и сделать вновь плодородным, они сделали это блистательно и с фантастической результативностью. Спасибо большое, вот, и я думаю, что может быть у нас, Ира, есть у нас ну, пара, ну, пять минут на пару коротких вопросов, что называется, вот, наших гостей. Если есть вопросы и вы хотите их задать, пожалуйста, будем очень рады. Тогда спасибо огромное, что вы пришли, спасибо за внимание, я поблагодарю своих собеседников, совершенно сегодня блистательных, вот, за огромное количество разных идей, формулировок, вот, и это был проект литература на портале Кефтер.ру, вот, и всё это вот модерировала, так сказать, я Евгения Вежляна, у меня в гостях были Александр Гаврилов, Илья Кукулин, Ирина Каспе и Михаил Павловец. Спасибо, до свидания. Ура! Ирина Каспе, ирина Каспе, ирина Каспе, ahlen Каспе, ирина Каспе, ирина Каспе, Продолжение следует...